сегодня я предлагаю к вашему вниманию психотерапию отпустить обиды на маму для его актуально присоединяемся посмотрите внимательно на поле почувствуете его прочувствуете вдох-выдох смотрим еще смотрим чувствую сегодня очень болезненная тема для всех это чувство обида на маму заходите в поле чувствуйте прошел ваше внимание ваше внутреннее внимание почувствовать эту фигурку побудьте очень внимательны к себе чтобы отпустить свои сложные чувства нужно себе самой дать эмоциональный приют и сейчас я создала поле для того чтобы мы с вами поработали на некоторое время закройтесь от всего мира попробуйте внутри себя нащупать эту маленькую девочку нащупать себе ребенка посмотрите на поле прочувствуете почему девочка стоит именно так почему она именно на этом месте чувствуем прорабатываем обиду на маму очень сложное чувство которое вызывает злость на себя непринятие себя как женщины непринятие себя рядом с мужчиной отказ от достойной роскошной жизни все это про чувство не отпущенной обиды на маму обращая внимание чувствуем вот эту вот девочку и чувствую эту девочку внутри себя она живет внутри вас сгусток этой энергии тяжелый разрушающий где-то живет в вашем теле возможно эта энергия живет вашей болезнь и возможно болит сегодняшней вашей проблеме какой-то и пусть сейчас ваша бессознательная подскажет вам какая проблема сегодня в вашей жизни очень сильно заряжена обидой на маму глубоко отдыши еще раз вдох выдох смотрим на эту девочку и спросите себя как чувствует себя эта девочка как она присоединена вот этот фигурка вместе с мамой когда он такая маленькая ранимая и вот так вот она приклеена этой фигуркой к маме пусть подсознание даст ответ что чувствует это маленькая девочка внутри вас которая прицеплена своей обидой к маме смотрим прям внимательно смотрим смотрим а теперь я вытащу маккарту такая вот карта такая вот карта о чем эта карта о чем эта карта о чем эта карта о чем эта карта и для каждой эта карта о чем-то важном о противоборстве о тяжести о вине о боли для каждого эта карта о чем-то своем и далее в помощь у меня здесь еще есть фразы посмотрим прошу колоду карт показать подсказать подсказать маленькой девочки о чем это так весь зеркальная здесь написано я злюсь на вот в помощь я злюсь на ты когда злишься на на кого или ты когда злишься ты какая становишься далее мне стыдно от и маленькая девочка говорит мне стыдно от дыши да больно да нелегко вспоминаем когда вам впервые удалось прочувствовать это чувство чувство стыда чувство злости что вам не нравилось вы продолжали делать и либо вас заставляли либо вам говорили что именно так нужно мне не нравится еще раз глубокий вдох и выдох вспоминаем запускаем запускаем все вопросы и с бессознательного обязательно придет воспоминания когда вы решили что вот это вот нескончаемый состав определенных чувств действий реакции стратегии привычек не нравится но вы его тащите возможно тащите и по сегодняшний день еще раз вдох и выдох что за борьба что за вина что за злость проговариваете все вслух мама я чувствую все это мама я чувствовала это тогда я чувствую это по сегодняшний день обида злость сложность тяжесть проговорите слух мама к маме обращайтесь мама я чувствую это проговорите проговорите чувство это очень важно сейчас признать как факт это чувство зажатость борьба рассеянность зажатость очень важно честно посмотреть на то чувство маленького раненого ребенка которое вы продолжаете тянуть и тяните вашу жизнь очень важно признать это чувство и и чувство начинает медленно проживаться когда мы его признаем даю им место теперь я прошу вас посмотреть вот сюда посмотрите как вы смотрите посмотрите как мама смотрит на это обращаемся к маме и вслух проговорите проговариваете мама мамочка на что ты больше всего ты смотришь на что больше всего ты смотрела в своей жизни и признайте это на какое состояние ваша мама смотрела всю жизнь спросите прямо сейчас спросите у образа вашей мамы какое состояние было основным у вашей мамы какой вы видели вашей мамы возможно это состояние боли злости предательства состояние страха возможно какая-то жертвенность возможно обида также на маму возможно это состояние пустоты возможно это состояние пустоты и когда вы рядом с мамой присоединены этой фигуркой к маме ваша детская часть прицепила вас к маме и вы в таком состоянии в таком состоянии прицепилась прицепила и вы вынуждены свое будущее и смотреть свое будущее и видеть именно то то что видела ваша мама прошу сейчас сделать очень сильное усилия поставить намерение и пожелать себе счастливой жизни исполнения ваших желаний поставьте намерение найти свое предназначение и желание вашей души желание вашей души только одно это счастливо прожить эту жизнь но вот из-за этого груза и вот этого состояния что мама я с тобой я такая же как ты вы просто приклеены вы соединены и девочка стоит не на своем месте и по этой причине вы испытываете тоже самое вы идете в свое будущее но испытываете ровно то что испытывала ваша мама меняются декорации меняются меняется время меняются роли а состояние остается такое же сложное мрачное и на первый вид считывается что невыносимо это отпустить проработать и как-то жить в другом состоянии еще раз глубокий вдох и выдох выдох еще раз вдох и выдох вы не можете это девочка маленькая когда-то решила для тебя для себя что я не могу сделать шаг в сторону и жить своей жизнью когда-то это она решила для себя встала не на свое место соединена фигуркой прикреплена склеена может так сказать с мамой и когда-то было решение этого ребенка прикрепиться к маме ну возможно своей пуповиной и для того чтобы маме было немножечко полегче нести эту мамину боль мама я так тебя люблю что бессознательно готова испытывать нести все то что несла ты и ребенок не понимает что это мамина судьба а у нее судьба может быть другой и у нее судьба может быть другой представьте что девочка делает один шаг в сторону отсоединяется делает шаг вперед вперед и смотрит на мамину боль на мамина чувство и больше нет вот этой вот связи нету связи посмотрите теперь чувство и состояние девочки когда девочка сделала шаг в сторону и шаг вперед что девочка осознает и чувствует когда она видит на мамина уныние на мамин страх на мамину тревогу и она понимает что она с мамой два разных человека если это два разных человека то эта девочка может испытывать совершенно другие чувства и все и и и все и все и и и и и что я чувствую когда я осознаю и понимаю что я это это я а ты это ты и мое отношение мое чувство тебе нет не изменится если я сделаю шаг в сторону шаг вперед и просто посмотрю на все это со стороны это не будет предательство потому что мама я это я а ты мама это ты этим мы с тобой разные ты мама большая а я маленькая я всегда буду твоей дочерью а ты всегда будешь моей мамой девочка то есть вы начинает осознавать что она неосознанно несла весь этот груз страх непринятия себя несла за маму несла не своем она хотела удерживать связь с мамой навсегда на всю жизнь но для того чтобы чувствовать маму давать ей свою любовь принимать от мамы материнскую любовь нам не нужно проживать те состояния боли травмы которые проживала мама если мама если когда была маленькой девочкой возможно и по сегодняшний день неважно мама ее жива или ваша мама сейчас жива или уже находится в другом мире это неважно связь всегда остается и если эта девочка тоже была приклеена к своей маме и не стояла на своем месте а также была присоединена к своей маме и несла мамину боль а ее мама то есть получается этой девочке бабушка в свое время возможно несла свою боль и представляете как и поколение в поколение эта боль усиливается на потомков а потомок это не создано несет считая что так моей маме это бессознательное решение будет полегче и не нужно нести эту боль для того чтобы чувствовать эту связь связь со своей мамой связь с бабушкой прабабушка и так далее и так далее когда вы отошли от мамы посмотрите осознайте что вы чувствуете глядя на мамину боль это не ваша боль это мамина боль то сейчас отошли осознайте про чувствуете что вы сейчас чувствуете к маминой боли какую боль мама всю жизнь держит еще раз глубокий вдох и выдох и спросите себя когда я жалею маму я какая когда вы жалеете маму вы какая какое еще чувство прячется еще раз глубокий вдох вдох и выдох какое чувство прячется там глубине и я вам подскажу это несогласие не согласие с тем что у мамы такая судьба и вот это жалость это жалость вот фигурка жалости и сострадание мама для того чтобы тебе было полегче я твою боль разделю собой я твою боль разделю собой еще раз глубокий вдох и выдох а теперь осознайте теперь осознайте поменяв свое место поменяв свое место поменяв свое место и прочувствовали и осознали что это не ваша боль а мамина боль теперь прочувствуете вы не связаны с мамой вы ушли вы встали на свое место а теперь осознаете какая связь и что сейчас вы не испытываете тех чувств когда вы стояли на своем месте просто осознайте разрешите себе почувствовать дышим дышим а теперь у вас есть выбор судьба либо ей осознанно сострадать да мама у тебя была такая сложная судьба либо неосознанно приглашать вот 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 эту боль и проживать его вместе со своей мамой осознайте разницу осознайте разницу прочувствуйте когда вы стоите на своем месте и вы осознаете или когда вы связаны с мамой и бессознательно тащите мамину боль я буду такая же как ты потому что я не научилась строить связь по-другому это было тогда это было когда эта девочка стояла на этом месте сейчас у вас есть выбор вы поменяли положение вы встали на свое место и пришло время осознать и прочувствовать теперь очень важно посмотрите на маму посмотрите на свою маму посмотрите на свою маму и прочувствуйте что же сейчас мама чувствует глядя на свою боль в одиночестве можно глаза закрыть а может так настроиться и прочувствовать очень важно еще раз глубокий вдох и выдох прочувствовать просто прочувствуйте просто что мама чувствует когда она понимает когда у нее появляется выбор у нее нести эту боль самой или свою боль разделять со своим любимым ребенком осознайте осознайте вы не ее партнер вы не ее муж и вот это вот боль это ее боль и свою боль она может разделять со своим партнером со своим мужем и мужем я хочу побольше фигурку взять ладно хорошо пусть будет так она может разделять свою боль со своим партнером и мужем и вот так это будет правильно вот так это будет правильно или давайте я сделаю следующим образом это квадратик это место ее мужчины и на этом месте должен стоять выбор ее мужчины по жизни кармического партнера и мужчина может прийти к ней в жизнь и нести и разделять с ней эту боль может отказаться и уйти это его выбор но никак но никак это не ваше место у вас свое место а это место вы занимали место ее партнера ее мужчины и и ваша мама с этим партнером должна разделять свою боль свою любовь либо свое счастье а теперь внимание что вы теперь чувствуете когда вы осознали что вы все время занимали не свое место вы осознали вы занимали вы занимали вы не свое место вы занимали не свое место вы занимали не свое место что вы чувствуете когда помогали ей в её эмоциях. И что вы чувствуете? Что вы ощущаете, когда понимаете, что это вообще не ваше место? Что вы чувствуете, когда пришло понимание, что вы очень много лет стояли на своём месте? Ещё раз. Вдох-выдох. Не торопимся. Просто принимаем, чувствуем. Поле всё показывает. И сегодняшняя терапия поможет отпустить обиду. С сегодняшнего дня вы на всю эту историю будете уже смотреть по-другому, другими глазами. И здесь у вас появляется выбор. Оставаться на своём месте и проживать свою жизнь, свой опыт. Или не соглашаться с судьбой мамы, жалеть её, стоять на своём месте, на месте её мужчины и разделять. И разделять вот это. То, что к вам отношения никакого не имеет. Это не ваше. Что вы чувствуете, когда начали это замечать, видеть? И вы не могли ранее это заметить, почувствовать, ощутить. Потому что вот эта вот фигурка, вот эта фигурка, вот эта вот связь, пуповина, она держала вас, она держала, и вы не могли, вы не могли сделать, или как, увидеть, увидеть свой выбор. Вы не понимали, что вы можете уйти с места, которое принадлежит не вам. Вы просто не могли это видеть, осознать и чувствовать. Почувствуете облегчение. Почувствуете облегчение. Если хочется плакать, плачем. Если что-то хочется проговорить в поле, проговаривая, вы сегодня отпускаете. Я вас с этим поздравляю, вы отпускаете боль от ношу. У каждого у нас своя родовая ноша. Не ваша. Еще раз глубокий вдох и выдох. Посмотрите на это. Выходит сейчас старая правда. Просто посмотрите и чувствуйте. Подождите последний раз к этому месту и скажите. Дорогая моя мамочка, теперь я вижу, как было все на самом деле. И теперь я понимаю, почему мне так было тяжело. Мама повернулась, она вас слушает. Дорогая мамочка, время пришло, я все понимаю. И теперь я создаю, почему мне в жизни так тяжело. Почему ты, возможно, агрессировала. Почему я не могла принять твою любовь, как дочь. Почему все было так. Мамочка, это я когда-то в момент, когда тебе было очень-очень в жизни тяжело. И я заняла не свое место. Я встала не на свое место. Дорогая мамочка, я все понимаю. Теперь я вижу. Дорогая мамочка, теперь я вижу. Еще раз вдох и выдох. Мамочка, а сделала, сделала я так, для того, чтобы тебя поддержать. Закройте глазки. Попросите ваше подсознание показать вам флешбек. Флешбек, очень тяжелый момент в жизни вашей мамы, который вы увидели, наблюдали, запечатлили. У каждого он будет свой. Еще раз глубокий вдох. И выдох. И подсознание вам показывает. В этот момент вы очень испугались. В этот момент вы очень напугались, что ваша мама, что ваша мамочка может разрушиться. Мамочка может, мамочка может не прожить эту боль. И поэтому вы решили подойти, подставить свое плечо. Но когда вы поставили свое плечо, вы соединились с мамой. А когда вы соединились с мамой, вы и приняли всю эту боль. И вы, если по любви мамы, встали на место ее партнера. Какой флешбек у вас сейчас перед глазами? Он должен был прийти обязательно. Некоторым, возможно, приснится сон. Приснится сон. Но подсознание обязательно покажет вам эту историю. Возможно, многим уже эта ситуация проявилась, прояснилась. Бессознательно обязательно вытолкнет, вытолкнет вот эту боль. Вытолкнет вот эту боль, которая очень долго жила. Очень долго жила и была в вашей жизни. Поле очень волшебное, исцеляющее. Сегодняшняя проработка, она совершенно безоплатная. И для того, чтобы был баланс, восстановить энергообмен. Обязательно, когда проработаете, напишите комментарий. Напишите комментарий, что пришло, что вы видели, как помогла эта проработка. Мне обязательно нужна будет ваша обратная связь. Не скупитесь. Пишите, рассказывайте, делитесь этим видео. Я понимаю, что моя терапия, час моей работы по стоимости 7000. Не каждый может прийти. А если идти в терапию, один сеанс терапии он буквально ничего не даст. Это нужно брать очень много сеансов. И не каждый человек может себе это позволить. И поэтому здесь и сейчас, сегодня я трачу свою энергию, свое время. И с радостью делюсь этой проработкой с вами. Поэтому не скупитесь. Давайте мне обратную связь. Для меня это очень важно. Так как я щедро даю вам, дайте мне обратную связь. В какой жизненный момент мамы? Очень тонкий момент. Когда мама была готова к разрушению, вы подставили свое плечо. Вы подставили свое плечо своей мамочке. Обязательно это должно прийти. Кому не пришло, возможно, это было в очень раннем возрасте. Понаблюдайте, что вам сегодня будет сниться. После проработки приснится сон. Тоже можете в комментариях поделиться. Возможно, папа предал маму. Возможно, папа пил. Возможно, папа отпускал руки. Возможно, вообще не было папы. Возможно, папа еще ушел, когда вы не родились, когда был период программирования души. И эта травма получилась еще как в зачатии беременности, когда мама была беременна вами. У каждого своей ситуации. У каждого свои ситуации. И в этот момент, когда вы видели и не понимали, почему папочка не поддерживает маму, вы решили занять его место. И в этот момент, в этот момент, мама стала на вас смотреть не как на дочку. Между вами образовалась эта пропасть. Между вами образовалась бездна. Между вами стала фигура отца. Фигура маминого мужчины. Фигура партнера. С кем мама проживала свой опыт. Проговорите. Мамочка, здесь и сейчас я становлюсь на свое место. Мамочка, я становлюсь на место дочери. И в потоке жизни я вижу. Я все осознала. Мамочка, наклонились мамочке. Поклон. Мамочка, я стояла на месте твоего мужчины. Мамочка, я все перепутала. Мамочка, но я не твой мужчина, мамочка. я просто твоя дочь. Я очень тебя любила. Люблю, мамочка. Я очень хотела быть тебе полезной. И из-за благодарности за жизнь, которую ты мне подарила, я занимала это место и подставляла тебе свое плечо. Дорогая мамочка, пришло время встать на свое место. Еще раз поклон. У кого есть возможность, встаньте и физически тоже сделайте поклон, чтобы тело запомнило. Глубокий поклон маме. Благодарность за жизнь, которую она вам подарила. Я благодарю тебя, мамочка, за то, что у меня есть возможность жить эту жизнь, проживать свою жизнь. Мамочка, но я хочу проживать свой опыт. Мамочка, я выражаю огромное признание, твоей боли, твоему опыту с отцом, но отныне и навсегда ваши отношения меня больше не касаются. То, что происходило и происходит между вами, это ваше дело, как мужа и жены. Дорогая мамочка, таким образом я нарушала заповедь Творца. Осознайте, девочки, осознайте. Еще раз, да, таким образом я нарушала заповедь Творца, которая гласит, да, лепится ребенок от родителей своих, да и прилепится к мужу своему, мамочке. Заповеди Творца для меня выше, чем чувства к тебе, потому что это мое предназначение идти в жизнь со своего места, мамочка. и у мамочки есть сейчас выбор разделить боль эту с вами, либо разделить эту боль со своим мужчиной. Возможно проявиться к своему мужчине, партнеру как-то по-новому, научиться заявлять о себе, о своих желаниях, поменять свои какие-то настройки, санастройки. У мамы есть сейчас возможность поменять свои чувства. И чтобы ваша мамочка не выбрала, это выбор только вашей мамы, это только ее опыт. и вы встаете впереди мамы, а мамина боль остается с мамой, как мы уже проговорили. Это ее выбор. Либо поменять свои жизни, либо разделить вот это со своей мужчиной. Если нет мужчины, то заняться этим вопросом. Но у каждой твари по паре тоже заповедь творца. И по заповеди творца вы идете в свою жизнь, но идете именно со своего места, а не с места маминого мужчины. Вы не нарушаете заповедь творца. И отныне мамина боль, она сзади вас. И вам не стоит ее проживать дважды или трижды, или вообще проживать. Это не ваше. Осознайте вот это не ваше. Отныне ее боль это ее неспособность выражать ее настоящее чувство своему мужчине, возможно, своим родителям, возможно, опять же своим выбором неумения какого-либо проявиться в социуме, свое предназначение, но это выбор вашей мамы. Это выбор выбор вашей мамы. мамина когда вы встали на свое место, теперь все осознали и сзади вас не мамина тайна, не мамин скелет шкафу, не мамина боль, не мамина травма. Взади девочки мама, взади девочки рот, взади мамы целый рот, целый рот взади девочки целый рот. И что чувствует видно, да? И что чувствует девочка когда она это осознает? почувствуете свободу, облегчение. И мамин опыт не во власти этой девочки. Мама когда шла в эту реинкарнацию, она была ознакомлена со своей судьбой. И какой бы опыт ни был, она его приняла. Значит, он ей какой-то причине нужен, важен, необходим. это мамино решение. И мы не имеем вмешиваться в выбор мамы, бабушки, наших предков. Выбор, их выбор, это их опыт, это их судьба. Проговорите, проговорите. Дорогая моя внутренняя девочка, вижу твою слепую любовь к маме, как ребенка, помогать мамочке. Но это не твоя задача. Твоя задача как души научиться любить маму, а значит научиться уважать ее выбор. Скажите, дорогая моя малышка, отныне в основе твоей любви к маме, как дочке, лежит уважение выбора, уважение выбора маминого опыта. Именно так мама решила проживать свою жизнь. проговорить еще вдох-выдох. Я осознаю и признаю, что чувством обиды я удерживала себя не на своем месте в родовой системе. я осознаю и признаю, что чувством обиды я была связана со своей мамой и очень боялась ее потерять. Мамочка, я очень за тобой скучала. Мне очень тебя не хватало и внутри меня росла пустота. и хоть бы как заполнить эту пустоту связи с тобой. Я положила то чувство обиды и теперь я вижу, что я выросла и я могу теперь посмотреть на это как женщина на женщину, как дочь на мать. И я научусь, мамочка, уважать твои решения. Мамочка, я согласна с твоей жизнью, я согласна с твоим выбором моего отца. Отныне и навсегда я принимаю твой опыт, я принимаю твое решение выбора твоего мужчины, моего отца. Отныне и навсегда, мама, я не стою между вами. Я ушла и стою на своем месте. Я вижу свое место, я встала на свое место. Отныне и навсегда я на своем месте, мамочка. и теперь я буду наблюдать за тобой, мамочка, на отношения твоей с отцом, ну, или с мужчиной, с партнером твоей, мамочка. Я буду наблюдать с места дочери. Я наблюдаю с места дочери. Для меня, как для дочери, ваши чувства с папой не имеют значения. Для меня, как для дочери, очень важно то, что когда вы вместе соединились, вы совершили меня. И это, дорогая мамочка, поклон маме. Это, дорогая мамочка, самое волшебное, самое уникальное, изумительное творение ваше с моим папочкой. Я благодарю тебе, мама. Если у вас есть возможность, встаньте и физически сделайте поклон, глубокий поклон. Вдох и выдох. Пьем водичку, обязательно пьем водичку, вместе с водичкой у вас это все перерабатывается и по клеточкам, каждая клеточка ваша впитывает эту информацию и распространяет по телу. И тело через некоторое время вымещает полностью всю эту обиду, всю эту травму, которую вы несли и не могли отпустить всю вашу жизнь. Я оставляю вам ваш опыт, ваша боль, ваши тайны и выбор ваш как творцов в вашей жизни, проживать вашу жизнь именно так. А теперь теперь прочувствуйте, теперь прочувствуйте, отвожу в поле еще одну фигурку, что чувствует девочка, ваша внутренняя девочка, вы, когда она начинает проживать все эти чувства, прочувствуйте, просто прочувствуйте, разрешите себе принять это, почувствуйте вот это чувство любви к той части, к той части мамы зарождается чувство любви к той части мамы, которая всегда была непонятна для девочки, для вашей внутренней девочки зарождается чувство любви, чувство принятия ее выбора, ее опыта. Представьте, что у девочки начинает начинает прорастать, зарождается, начинает прорастать и вырастать вот это чувство любви, и эта девочка, эта девочка, она вырастает, и она становится взрослой, и эта девочка становится взрослой. Прочувствуйте, как это чувство взрастило, это чувство взрастило, из маленькой девочки, из маленькой девочки выросла вот такая вот девушка, такая сильная фигура, она повзрослела в чувствах, она повзрослела, девочка взрослеет в своих состояниях, потому что в основе взрослой любви, любви ребенка к родителю лежит уважение и благодарность, и не уважать выбор матери, именно так проживать свою жизнь, это значит не любить свою мать, и давайте повернемся к своей маме, мы уже взрослая и делаем поклон своей маме, своей маме делаем поклон, встаньте и поклоните своей маме, сделайте поклон, низкий-низкий поклон, я признаю признаю новое место в родовой системе, где мама выше меня, а значит у нее больше сил, а значит у нее больше терпения, а значит она выдержит и справится с теми испытаниями, которые соответствуют с опытом ее души, вы склоняете голову перед судьбой матери, вы уважаете ее выбор принимать именно такие решения, и вы сейчас понимаете, что происходило с вашей мамой тогда, что вы не могли иметь истинное представление, что происходит с мамой, вы могли только догадываться, сейчас вот это понимание к вам приходит, что вы догадывались, интерпретировали, как малыш таким способом, который был вам доступен, не могли вы иметь даже никакого понятия, какие цели ваша мама защищала, когда относилась именно к вам так, как относилась, и почему вот эту боль и обиду вы несете на протяжении всей жизни, а вот и ресурсная карта, это ваше дерево, родовое дерево, ваш род, который всегда с вами, внутри вас и около вас, любой ситуации. И вы чувствуете, как ваша мамочка передает вам силу, и вы встаете с этой силой, а теперь почувствуете, что ваша девочка чувствует, что теперь она чувствует, когда она пришла на свое место. И вспомните, когда вы свою маму осуждали, обижались на нее, возможно, критиковали, возможно, не принимали ее решения, ее взгляды, и осознайте, что вы это делали из места партнера. И задача каждой из нас, которая хочет быть счастлива в отношениях, которая хочет найти свое предназначение, которая хочет принимать себя и проживать свою жизнь, не нести боль матери, либо родовую боль, то нужно прежде всего встать на свое место и со своего места все осознать. И в поле, поле у меня 3D сегодня, мы это все сделали, мы проработали. Принимайте, обязательно будут чудеса. Каждому потребуется несколько возможно просмотров данной проработки. Кому-то нужна индивидуальная терапия, но тем не менее мы сегодня с вами работали по методу расстановки, системной расстановки, системно-родовые расстановки по методу Берта Хеллингера, выстраивали поле, в поле выводили фигурки и прорабатывали все то, что скрыто. Все то, что мы только об этом можем догадываться, а можем даже и не догадываться, а просто чувствовать эту вот боль, то, что мы находимся не на своем месте. Сегодня мы это все проявили, разворошили, а если мы это видим и даем этого места, то вот этому этой проблеме уже не нужно тянуться, потому что она уже замечена, она уже объявлена, а когда мы это не видим, то мы ее несем, проблему, травму, испытываем тяжести, сложности, возможно, ищем виноватых, не понимая, что происходит, а здесь в поле мы все увидели, все осознали, все расставили по своим местам, принимайте, принимайте вот такие волшебства, учитесь любить себя так, как не любила, возможно, вас мама. Материнская любовь имеет разные разные формы, разные формы. Мама могла любить через страх, агрессию, через тревогу, через страх, через напряжение, и это все проявление материнской любви. ваша задача, как души в этом вот рода ваш, закрыть эту боль, которую вы несли, поблагодарить и сказать, я теперь тебя вижу и даю место. То, что вы несли, не свое, вы теперь это видите и осознаете. И мы это сегодня убрали. Поблагодарите маму за ту любовь, которую она вам давала, и расторжествите себя с установкой, что та форма любви, которую давала вам мама, это не единственная любовь, которой вы достойны. И чувствуйте, чувствуйте и принимайте. Поле работает. Наполняйтесь этой любовью, этими чувствами. Чувствуйте, чувствуйте и чувствуйте. и все, что вы сегодня взяли с этой проработки, а вы взяли с проработки, направьте вовнутрь себя и наполните свою маленькую девочку, наполните этой любовью, этим чувством, этой энергией, наполните. Расширьтесь. Расширьтесь чувством уважения к вашей маме. Мама проживает жизнь так, как она желает, так как она решила. вы уходите с места ее мужчины, становитесь на свое место, и это ваше решение, и вы это принимаете. Когда вы это принимаете, меняется все. Во-первых, меняетесь вы внутри, а когда меняетесь вы внутри, меняется и все вокруг. Принимайте эту силу, эту энергию, эти чувства. Принимайте, принимайте и принимайте. Итак, я закрываю поле и благодарю всех за сегодняшнюю встречу.